А вот жители многоэтажа Кусть-Каменак-Горска не могут подъехать к собственным домам. Въезды во дворы. Преграждают входные группы, кафе и магазинов. Согласия на застройку дворовых территорий граждане не давали. Архитектурный конфликт разбирал Вячеслав Фетлугин. Заходим до сюда, а там от стройки начинается полоса препятствий. Тут и дети. Полосой препятствий не иначе жители этого микрорайона называют дорогу домой. К пятиэтажке бизнесмен пристроил крыльцо магазина. Массивной конструкцией наполовину перегрыт единственный въезд во двор. Хозяин приехал, мы пытались с ним разговаривать, на каком основании. Он сказал, у него есть документы на выделение вот этого земельного участка в размере 48 квадратов. У дома по соседству тоже возводится подобная конструкция. Благодаря вот таким архитектурным изыскам въезды и выезды со дворов Усть-Каменогорска становятся настоящим тестом на маневренность. Для водителей – легковушек. А что уж говорить о куда более габаритных автомобилях скорой медицинской помощи и пожарной охраны. Девятиметровую пожарную автомашину в густозастроенный двор не загнать. Пока люди ждут помощи, огнеборцы вынуждены искать обходные пути. Чтобы развернуть вот такую машину, автокаленчатый подъемник, она ширина должна быть уже 8 метров. Пристройка тоже мешает, потому что люлька уже, если у нее отвес, то она может, например, перевернуться. Если не близко, а с дальнего расстояния, если мы будем поднимать люльку. В конфликт с застройщиками дворовых территорий включились и общественники. И представители НПО уверены, любые изменения архитектурного облика должны в первую очередь обсуждаться с жителями. Бывают ситуации, когда есть пространство, например, окруженное жилыми домами, где живут люди. И там строятся объекты, которые этим людям не нужны. Это возможно решить только через суд. То есть жители должны подавать в суд на незаконные действия Акимата, который разрешил такие объекты. Тем более, что строить Акимата не разрешал. Вернее, разрешал, но не то. А бизнесмены самовольно расширили площади строений и изменили дизайн объектов. Сейчас вот со стороны Акимата города Скаменогорска мы подали в суд на хозяина вот этой пристройки, которая сейчас ведет строительство, о том, чтобы расторгнуть договор между нами, между Акиматом и этим индивидуальным предпринимателем. Так как он при получении этой земли в аренду указывал совершенно другие проекты, параметры, площадь этого проекта. Архитектурные споры в Усть-Каменогорске решат через суд. Местные чиновники в судебном порядке намерены добиться сноса или уменьшения размеров пристроек. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск.